так добрый день уважаемые коллеги нас слышно да вас слышно спасибо большое ну вот мы начинаем курс в рамках нашего учебного плана аспирантуры и венд и в рамках проекта айбрейн ну поэтому у нас подключаются еще другие участники могут включиться вводная лекция прочтет павел милославич балабан и меня еще объявление на следующий получается следующую лекцию у нас будет большая замена я пришлю всем уведомлением по почте павел милославич вам слово дико лекс циграть привлечь мне to start this this international lecture course но воспользоваться тем что у нас нет только английскоговорящих я буду читать их на русском сразу хочу сказать о цели сегодняшний лет цель сегодняшнюю лекцию не рассказать о каких-то исторических пап а посеять смуту в ваших головах так как я считаю это очень важно для ученых и начну с цитаты альберта эйнштейна если бы мы знали что вообще мы делаем то это нельзя было бы назвать исцелезом и правда мне очень нравится выражение потому что мы когда подходим к какому научному факту какому-то явлению мы хотим узнать что-то новое какую-то закономерность мы с одной стороны вынуждены придумать какую-то концепцию какую-то гипотезу и действовать в рамках этой гипотезе но если мы будем действовать только таким способом и точно будем знать что мы сделаем и примерно что мы получим мы никогда не получим нового знать самый важный на мой взгляд в экспериментальной работе исследовать и не люблю слова ученый потому что один раз там 40 лет назад мне сказали что ученым бывает только собачки они ученые собачки поэтому я постараюсь избегать этого слова вот настоящий исследователь он больше все ищет нестыков где вот что-то необъяснимо неправильно а совсем не подтверждение то гипотезы которые уже у кого-то есть в голове него литературе и так далее ну что это накладывает на нас шоры я правда уверен что 99 процентов наших аспирантов не значит такой шоры или слышал понаслышке вот шоры шоры это такие очень интересная два лепесточка которая лошади ставит и привязывают как всякой упряжи которые на голове с боков чтобы она ничего сбоку не видела и не пугалась собак людей и так далее вот если мы с такими шором то мы видим только впереди себя только что-то одно для исследования я считаю самое такое неправильно я начну с истории действительно с одной из первых нобелевских премий узнать что они с 901 года даются нобелевские премии иван петрович получил 904 906 получили два человека которые по науке были непримиримыми врагами это камила гольджи и сантьяго рамон и кахаль оба из которых работали с морфологии нервной системы как вы знаете ну вот нервная система если вы работаете с препаратами срезами это очень красивое явление можете увидеть вот десятки сотни видов разных нейронов это это зачаровывает вот эти картинки которые без электронных микроскопов без вообще хороших микроскопов два этих великих ученых делали это мощнейший прорыв потому что они говорили о связи не обнаружили синаптические бляшки вот как образование где вроде бы контакт но так как не было электронной микроскопии мне было известно что эти контакты между нейронами на вид они очень конкретно плотные контакты то есть было две гипотезы первое вот она основывалась на работах он герлаха оттодей торса и ей следовал камилла гольджи что нервная система это синцити это еще было связано с тем что мышечная волокна как вы знаете они действительно образуют синцити который электрически един глиальные клетки тоже образуют синцити и на вид пока не было электронной микроскопии и обычные нейроны вроде бы образует синцити ретикуляристы то есть те кто считали что это единая сеть всех нейронов вот они отстаивали свою гипотезу отстаивали я бы сказал чем жестко была противоположная концепция в рамках которой работал сантьяго рамон и кахар который считал что каждый нейрон как бы отдельный да они объединены никто не мог объяснить как они объединены были каким способом но вот как раз рамон кахаре он считал что нейрон поляризов то есть в чем суть поляризации если у вас единая сеть и проведение по ней идет вот как слева направо так и одновременно справа налево то есть в любой точке вы стимулируете она во все точки распространяется это ретикулярно гипотеза о работе нервной системы поляризована гипотеза подразумевает что информация идет как бы из одной в другую вот получили вход дали на выход а с выхода на вход почти ничего не идет но как бы объяснение не было но была такая гипотеза но как вы понимаете она оказалась единственно верной потому что синапсы оказались не электрическими не было синцития выброс медиатора идет только в одну сторону из просинаптического по синаптический есть ретроградное влияние но небольшие локальное именно за счет вот того что нервные клетки поляризованная нервной системы работает как бы целенаправленно есть входы есть выход ну здесь вот коротко у меня небольшой текст есть про это но суть в том что на самом деле оба этих великих ученых не отказались от своей гипотезы не под каким видом и впервые по сути дела встретились они и на вручении нобелевской премии в 1906 году и тем не менее еще лет 20 после этого кто из них сколько прожил вот так и оставалось два таких течения для концепции в каком-то смысле рамона кахаль оказался большим провидцем вот он даже определил как закон динамической поляризации он просто постулировать клетки поляризованы вот гендриты является получателем информации тела клеток они проводят информацию на дальние дальние точки тела через аксон то есть он как бы разделил функции гендритов и аксон должен сразу сказать что это можно сделать в основном только на позвоночных животных вот без позвоночных такой жесткой жертву деле нет даже нет названия гендритов и бесплатно говорят мире любой отросток клетки этой мире но тем не менее есть один из отростков который выполняет функцию аксон ну как бы зачаточную функцию том смысле что в нем обычно идет на меньше днем на меньше порога идет генерация потенциала действия который уже распространяется но распространяется по всем потенциал действия но вот по сути вот поляризация оказалась одним из основных принципов работы нервной системы и функционирование связи огромное значение в то время придавалось еще и работам по регенерации дело в том что вот загадка регенерации почему у некоторых животных отрастает конечно узнаем саламандр тритонов ящериц у них хвост сами бросают в случае опасности вырастает новый а у млекопитающих собственно загадка серьезная в то время когда еще не было известно по сути дела о генах о чем это вызвало большой интерес об этом да чуть позже конечно я не могу обойти вниманием иван петрович павлова который в истории именно науки о поведении высшей нервной деятельности он является одной из ключевых фигур но собственно его вклад в науку как ни странно оказался больше методически почему вот посмотрите вот это реальная правда это рисунок но это почти фотографию я был в этой его лаборатория вот такая стена с приборами с этими капельницами где все проводится считается можно увидеть стоят примитивные стрелочные приборы но как бы каждой капли вот она замыкала контакт и как бы можно было посчитать сколько раз стрелка отклонилась только капель слюны и как бы это количество измерений собственно его вклад был в противовес психологии ну тут я в очень сложной позиции вот потому что психология точно серьезно интересная наука но тем не менее обычно психология относится к гуманитарным где важно мнение они проверяем эксперимент вам петрович стал на позиции естественных наук и говорил очень просто если факт не проверяем это просто чё-то мнение чат и гипотеза то неважно что то это вот да эта психология мы постараемся и не заниматься при этом он занимался естественными поведением не мог уйти от психологии никак что на то и занимается поведением и вся высшая нервная деятельность это по сути дела поведение но с точки зрения проверяемых экспериментов и под науки от иван петрович павлова все огромная его школа десятки амов написаны и сделаны огромное количество экспериментов на разных животных замечен его лаборатории были черепахи вот наш директор асракян работал там на черепахи одна из одной из его заданий было понять могут ли такие существа живущих такой экологической нише можно ли у них выработать условный реплекс вот но основной вклад был именно методичный то есть объективная регистрация в те годы без электроники без всего и эксперименты которые проверяем то есть любой человек может сесть проверить и получить примерно такие же данные это невозможно как вы знаете даже опросник вот группы людей если сделаете сейчас через неделю результаты могут отличаться собственно обязательно должны отличаться поэтому проверяемость в области гуманитарных наук она очень небольшой скажем надо отдать должное гения иван петрович и та лаборатория которую он основал в конце 20-х начале 30-х годов называлась экспериментальной генетики высшей нервной деятельности вот это прямо фотографии это правда уже подновленный корпус но это тот самый корпус который он строил во время своей жизни и собирался заниматься экспериментальной генетикой высшей нервной деятельности при том что весьма органистам органисты только-только как бы еще появлялись теперь я хочу сделать сейчас секунду хочу сделать скачок перейти к исследованию которые в истории оказались совершенно неоднозначные истории науки истории науки о нервной системе ну и вот та цитата которая была на первом слайде что 95 процентов всех живущих организмов на земле это без позвоночной и меньше пяти процентов позвоночная а как раз относится к этой части моей сегодняшней лекции вот суть в том что проблемы высшей нервной деятельности проблем поведения памяти они конечно тысячелетиями занимали ум всех до занимался исследованиями и через проблему регенерации все таки очень многие ученые задались целью вообще что происходит вот регенерация она известна не только у и не столько у позвоночных а скорее она хорошо известна у без позвоночных как вы знаете и ну поначалу было как бы два пути два направления исследования регенерации первое это можно взять эмбрион разрушить часть эмбриона несколько клеток и окажут окажется оказывается что в этом случае организм вырастает но у него нет части тела это как бы говорит нам о том что пока не было известно генетики генетических механизмов через какие-то движущие силы которые вот они вот есть они приводят какая-то программа к развитию есть ему часть программы удалили то вот собственно все мы получаем там организм без одной конечности или штампе от морожен можно сделать по-другому мы можем взять эмбрион аккуратно разделить его на 2 эмбрион уже на стадии больше тридцати двух клеток вот и в большом количестве и большом количестве случае мы получим два организма это говорит о противоположном о том что программу сохраняется мы убрав части вот мы ее на самом деле не разрушил почему в том случае в первом случае мы имеем отсутствие какой-то конечности какой-то части тела это это вопрос скорее всего нарушены какие-то взаимодействия внутри данного организма но не нарушена какие-то какая-то наследство вот отсюда как раз зародился начало генетики весьма низким организм как у нас в нашей стране уже на уровне политики это использовали вот и август вейсман как раз занимавшийся биология развития вот у меня была плазматическая теория наследства вот можно еще предложить разные теории но все они хорошо известны науки они привели в итоге к открытию генов то что наследственность существует и передается потомкам вот в частности тот же самый томас морган он исследовал вот регенерацию червей планарий гидры и так далее и шел от понятия регенерации восстановление значит должна быть где-то программу если организм может восстановить сам себя где-то из программы которые записаны каким-то способом и уже в те годы говорили 30-е особенно 40 50-е о нуклеиновых кислотах после 50-х был всплеск вообще о нуклеиновых кислотах когда был расшифрован генетический код как вы понимаете но тем не менее появилось все как ни странно заработку регенерации если же думать о поведении то почти сразу когда стало известно что вот есть например вот они составляют основу каждый лет замечу в каждой клетке одинаковую основу для развития для регенерации в том числе появились работы по переносу памяти ближе к высшей нервной деятельности поэтому я сделаю специальный акцент на переносе памяти одним из очень выдающихся в этом смысле ученых ученый и личность была совершенно выдающаяся это джеймс макфон тур работал не очень известном университете ничиганским по моему вот но был очень оригинальный человек частности он выпускал два журнала один был чисто научный а втором второй журнал вот обложка назывался черт притянс и липом поворачивается или переворачивается или возвращается как угодно и это был замечен юмористически на свое несчастье как выяснилось потом что на своем исчез в этом журнале он публиковал одновременно статьи которые были кунстюками то есть придуманы выставлены из пальца и по сути где-то был это был юмор для тех кто работал но для журналистов это оказалось не пассивный и настоящий научный и пошла мощнейший путаница но суть работы его была в том что он использовал как раз регенерацию фонарь вот левом нижнем углу видите планаре если разделить на две части отрезать голову то очень скоро из двух частей вырастает две новые ос буквально через 14 дней если довольно быстро регенерирует хотят и маленькие животные место 3-4 миллиметра полупрозрачный трудно увидеть трудно найти на теме это был один из излюбленных объектов генетика в том числе хотя на них не сделан чуть ли не до сих пор хороший генетический анализ но он что делал он попытался обучить планарий обучить очень просто сейчас я пытаюсь вспомнить какую он использовал несколько методик но поначалу если я правильно помню планарии должны были сейчас я могу вспомнить какую конкретно было что-то сильным светом да на сильное освещение если я правильно помню планария у них довольно быстрое сокращение не начинает сокращаться он сам боятся что это какой-то свет они любят затененные сами они полупрозрачные не любят яркого свет они резко сокращаются вот это использовали то есть они обучали планарий много раз в день давали сильные вот эти сильные для планарий стимула и они приучались уже не сокращаться тома да разрезал половинку оказался каждую половинку тоже помню по сравнению с контрольным животным которые очень резко сокращались они живут полу тени не прячься под листочками вот избегательная реакция на освещение она вообще характерно отрицательный фото такси характерно для многих без позвоночных и довольно четкая врожденная реакция она обеспечивается глазками которые есть в коже и с нервной системой там у планария не очень на самом деле хорошо и и там очень мало и вообще оказалось вот сейчас то что известно что 40 процентов клеток планария это стволовые они просто находятся в состоянии готовым для регенерации 40 процентов внутри мешочка это по сути дела такой маленький мешочек но это уже сейчас стало известно и нервная система нервные клетки поэтому они тоже очень странно они есть всех червей там большая но и свойство их довольно странно отличается и поэтому у вас планарий работа нейробиологический настоящем почти не пошли а вот поведенческие они были просто замечать вот он пошел дальше взял обученных планарий разрезан на кусочки и скормил не обучены это 50-е годы начала 60-е годы оказалось что те кто съели своих родственников которые обучены были тоже реагируют гораздо легче гораздо быстрее обучаются то есть статистически достоверно есть эффект ну собственно сразу выдвинул гипотезу макдональд что это удивитесь но для меня тоже было большое удивление что ты рынка это не днк который уже было известно двойная спираль 50-е годы было описано а именно рнк то есть то что есть в клетках вот цитоплазм как-то было цитоплазматическая теория передачи чего-то по кому-то кто съест вас вот но узнаете всякие верования многих индейцев примитивных племен что съешь сердце врага храброго и тоже станешь храбрым это как-то для меня это ряду положено но макдонал был очень необычный оригинальный человек он яростно отстаивал свою позицию к сожалению эти эксперименты не все подтвердились хотя большинстве лабораторий что-то там происходит они не получили развитие почему потому что методически это объект ну никуда нервную систему там почти невозможно и сейчас современными технологиями одна спущена работают на планаре пытаются и пытались мы совместно что-то сделать пока не видно как подступиться к анализу работы нервной системы нейронов плюс тому что время жизни этих животных очень маленькой скорость обменных процессов и все просто огромны вот значит он опубликовал это в серьезных журналах типа один из его журнал журнал биологической психологии который по-моему до сих пор существует научный и вот этот его журнал он там по-разному назывался в разные годы ранос дайджест но ворон правность бегущий червяк но это был просто юмористический журнал но тем не менее многие считали что многие журналисты защитывали юмористические статьи как настоящие в истории таспи даже известно что издатели от него потребовали когда он написал что эта статья были негативные рецензии прессе он ответил что вы не можете отмечить научную статью от иномистической потребовали какие-то отличия ну не специалистов вот что он сделал он в этом своем это его журнал в университете выпускался локально он обычные статьи опубликовал нормального таблошка а юмористические опубликовал задом наперед такой макет сделал отдал издательство издательство вернулось тем что это ошибка хотя у меня все было написано то есть там проблем было много но это еще отразилось к сожалению потому что история вышла на журналистов и тут вот все поехало не совсем туда хотя он практически один из первых выдвинул гипотезу что память связана с ранковыми молекулами непонятно конечно какими но сразу хочу отметить что при анализе при экстракции они ее разрушали до мелких не работали с длинными разрушали до небольших как вы знаете современная микро рынка они жестко совершенно точно связаны с памятью с хранением памяти с регуляции эти хорошо здесь вот фактически он нашел зачатки чего-то такого но не сумел объяснить и к сожалению было такое общепринятое мнение что эти работаем да вот есть такой эффект ну это какие-то планарии и вообще все работы с переносом памяти я еще остановлюсь на местных некоторых из них они были признаны не то чтобы лженаукой но как бы вот мы не будем с этим связан это было вызвано еще и тем что кроме макдоналла и очень многих людей которые работали в этой области вот это как раз про каннибализм так далее вот были еще работы и других людей среди них резко выдается работа 65 года унгара и вторая фамилия вот запомнить ее даже прочитать трудно мацегуэра наварру но он сыграл определенную роль который кстати только искусство уста передается я сейчас об этом расскажу значит что они сделал они работали уже на млекопитающих и попытались тоже перенести память 50-х годов 60-х было очень модно очень многие разговаривали о переносе памяти и вообще-то каких-то свойств именно высшей нервной деятельности они опубликовали что пятом году статью в нейчи нигде не будет а именно в нейчи и собственно что там было сделано на громкий звук обычно стартал ответ но на громкий звук у крыс вызывали у них привыкание к этому ответу несколько дней подряд после чего перетирали мозги гомогенизировали и вводили внутри брюшин на мышку я думаю что современная наука насторожилась бы сразу почему-то из крыса мышки действительно очень странно если это он особо рынка они же отличаются крыс и мышей днк отличается не сильно но отличается вот ответ очень простой они пытались водить крысам у них не получилось при нас по а вот когда они вводили мышкам у них получил перенос память что конечно сразу настораживает но это тогда почти не было известно но у мышей сильно драматически можно более быстрое привыкание они показывали вообще совершенно другую кривую привыкание так вот такого же ответа на громкий звук или статистически это просто очень хорошо отличалась они идентифицировали тот фактор эта работа уже была проведена на более таком серьезном уровне он сам биохимик у нём унгар он бывший иммигрант в венгрии отсюда там или такая почти хангари до идентифицировали тот фактор как белок почему потому что когда они вот этот свой лиза инкубировали с химотрепсином который решает все белки до аминокислот практически на многие вот эффект переноса еще а если они брали рибонуклеазы который разрушает рынка эффект сохранился то есть вот на мой взгляд это тут где-то не какая-то неправильность есть это исходя из сегодняшних уважаем знаний которые погубила все все это но ондар так он был серьезно биохимик у него были статьи в хороших журналах начале шестьдесят в конце пятидесятых вот пользовался большим авторитетом он получил все гранты которые могли мог получить наладил выделение они выделили даже тот белочек он сначала стал около 10 аминокислот но в итоге вот 70 году уже в общем достаточно близко вот 70 я уже учился в университете вот помню что это был такой бум память оказывается можно принести это белок к сожалению унгар тоже много общался как и макдональд с журналистами у журналистов все всегда очень сложно и примитивно одновременно сложно в том что им трудно объяснить а примитивно в том что когда они поймут что то это не соответствует начальным как пример могу сказать тоже при истории можно сказать науки 8 90-е годы меня попросили большую статью для томсомольская правда может быть 80 сейчас я не помню где я рассказывал что память не передается по наследству статья вышла под заголовком память передается оказывается какому-то на последней стадии правда какой-то из зам главного редакторов решил вычеркнуть нет а так будет интересно в итоге я получил звонки со всем москвич вообще что такое происходит институт машинам деятельности с ума сошел или что с тех пор я стану сама справа не общаюсь хотя очень у них есть раздел науки они довольно интересные сейчас вещи вот значит они идентифицировали от фактор как протеин 15 аминокислот оказалось и назвали его скотопабин боящийся темноты по-гречески 70-м году но вот если видите вот ссылки которые нью-йорк таймс это не научный журнал в основном это были пресс-релизы потому что у него же была лаборатория него он открыл чуть ли не производство вот и его работы просто приобрели большое значение что сделала научная общественная уже была в америке тогда началась организация они создали комиссию из 20 с лишним человек который приехал к нему в лабораторию и вместе с этой комиссии на несколько месяцев или недели я не помню но долго это не на один-два дня они там обосновались и сами провели это были ученые из этой же области они потребовали этого и отказать невозможно если публикуете из журналах и понятие вы обязаны во-первых предоставить все материалы причем первично необработанные во вторых при людях воспроизвести опыт и дать им самим воспроизвести опыт ничего не получил комиссия дала довольно мягкое заключение что опыта плохо воспроизводим но ходе работы выяснилось что его соавтор цигуэра наварро он то ли мексикане то ли какой-то вот он не англосакс скажем так не европей настолько любил и уважал своего шефа что он менял клетки животных менял метки на животных а метки ну вы знаете как были чем-то там носили одну точку нашей вторую там третью таким красивым он менял метки чтобы результаты уже поведенческих работ соответствовали пожеланиям шефа потому что идея была что память есть трансфер есть перенос памяти существует и вот есть молекулы фотофобин все были в его лаборатории вот этот товарищ был настолько уверен что он помогал как он считал признание было не юридическую то есть его фактически поймали члены комиссии но оно известно я это услышал я уже начать 90-х уже могу считайте через меньше чем 20 лет после этих событий семь с перцем второй бы работал да я с 88 года работал за рубежом вот и она просто передается среди нейробиологов что ну поставил его основной сотрудник настолько уважал и любил сошь вот в науке же осталось что скотов один там он раздал его в 30-40 лабораторий по всему миру бесплатно у большинства ничего не получилось потом был опубликован такой отчет который фактически закрыл работу по переносу памяти но не так все просто со скотов фобином ясно и действительно белок ну как он по наследству не может передаться белок нестабилен белок живет 23 не может он присутствовать в цитоплазме яйцеклетки например и передаться детям хотя сейчас это очень большая область биологии развития что передается цитоплазме яйцеклетки детям вот но это мы обсудим в лекции по эпигенетике потому что по сути дела сегодняшних позиций понятно что это эпигенетическая регуляция и который действительно может передаться цитоплазматическими факторами хотя там тоже есть проблемы но тем не менее это более менее понятно и вот такие факты которые существуют науки типа телегонии и прочее вот они объясняются именно и что же дон перенос памяти вот где-то вот 70 72 года было опубликовано вот этот результат работы комиссия она закрыла все работы перенос памяти но в россии правда оставались эти работы в институте экспериментальной медицины для был отдел иван петровича павлова которую но вы знаете он работал в основном в институте экспериментальной медицины там знаменитой башни молчания возведена собачка стоит во дворе первый памятник животному вообще в мире вот и в этом отделе они занимались переносом памяти естественно как вы понимаете на собачку возглавлял это отдел тогда пьетером авталия петровна и вартанян не помню имя отчество был вот руководителем работ по переносу памяти они брали гемалимфу у собак обучены чему угодно не помню в основном это было типа феррокондичный качестве били током на какой-нибудь стимул и собака как-то реагировала было четко понятно вот это наиболее эффективный такой способ экспериментальный потом вводили эту гемалимфу вот разными способами в основном они тоже старались вводить в мозг и у них то получалось то не получалось переноска если они эту гемалимфу кипятили вообще белки сворачивались они думали только прыгать могу признаться что вот в этом самом зале он где-то в семьдесят восьмом семьдесят девятом году то есть вполне на западе закрыли эти работы у нас они продолжались этот самый гордонял делал доклад том числе и я задавали ему вопрос это вообще очень интересный присутствует в том же зале только без павла был вот тут вот беленький такой у нас подвале до сих пор есть он был другой это позднее у нас тут стоит на все вопросы ответы были достаточно прямыми и когда настало время обсуждения мне пришлось стать и сказать и знаете какая-то интересная закономерность во всех экспериментов которых не было контролем правильным у вас есть эффект во всех экспериментов которых у вас есть контроли эффекта нет очень честно признали что в ряде случаи нет эффект вартанян собственно ничего не сумел ответить на меня зашикали естественно и тут стал мой сокурсник и сказал фразу которую я запомнил на всю жизнь это же история нейрон наук что у меня был прямой вопрос как обычно вот это было как-то ну как меня потом скальну не очень академично мой сокурсник володя цибульский он очень академично сказал цитирую дословно мы выслушали замечательный доклад замечательными слайдами лидера в области парафизиологии вот после этого вскочили все прихлебатели натальи петровны и другие люди и слова парафизиологии же ни у кого не исчезло это было это вот как навесили ярлык на эту область был навешанную ярлык это не физиологии это парафизиологии рядом лежал вот это было академично я это очень запомнил вот потому что но обвинять чем-то людей они кстати очень честно рассказывали что да вот не получается а иногда получается вот и надо понять чем дело то есть в принципе да действительно научно но тем не менее вот у нас это закончилось буквально на этом докладе эти работы прекратились и в питере и в россии тоже по моему везде до 2010 и дальше вот тут на новом этапе эти работы появились но но на другом уровне вот здесь фотографии мой хороший друг дэвид глянсман он работает веселый он работает на облизи вот у него в руках вот этот кусочек похож на кусочек чего-то неприличного такого скользкая коричневая масса вот этапе зингис на этом животном сделано сейчас я посмотрю масса работ вот вот справа вы видите вот это одна клетка размером больше чем миллиметр она до 2 миллиметра бы представить что миллиметр размер тела клетки означает что вы видите без микроскопа для электрофизиологов 50-60-х годов это был кладезь потому что можно было ввести рекорд пять или шесть микроэлектродов в разные части клетки проверяли изопотенциальность места генерации можно ввести в отростки то есть основные работы 50-х годов по кстати тогда вот кошкин хакси тоже на моллюсках на кальмарах но на отростках которые у кальмаров тела маленькие а отросток миллиметр в диаметре вот вся теория кошкин хакси было тоже сделано на этом объекте тут методические преимущества объекта они конечно просто гигантские ну что сделают почкин хакси и его и там их несколько был на самом деле не зале ролик знаете вот ролик такой каменный такие вот иногда там себя гладит выдавили просто выдавили содержимое из этого отрост засунули туда проволочку какие-то растворы и оказалось что вот этот мешочек он способен проводить потенциал действий когда они стали менять растворы концентрации ионов и придумали вот теория кошкин хакси который объясняет работа всех нервных систем как бы включая мемолсы и прочее прочее вот на этом животном на близи тоже сделано очень много работ интересных работ но вот та работа которую я хотел сегодня рассказать то что сделал дэвид глянцем он опубликовал в 2018 году то есть я бы сказал совсем недавно он сделал работу по переносу памяти но с позиции уже данных которая известна сегодня что они сделали они взяли аплизию вот били ее током по хвосту и очень скоро они получили что у аплизи есть такая штука называется сифон через которую засасывается вода и так далее вот что это сифон реагирует совершенно иначе долговременной синтезации тут есть некоторый подвох в том что это не ассоциативное обучение как они считают что это долговременный процесс долговременная пластичность но не ассоциативно все предыдущие они пытались подвести под ассоциативные процессы которые довольно сложные это как бы немножко другой механизм долговременность синтезации ну да увеличили соответственно какие-то группу стимулов связанные с оборонительным поведением вот на самом деле тут есть некоторая ложь прямо даже не что-то а конкретная ложь почему потому что в этой же лаборатория лаборатория естественно эрика кандела вот и глянцем родом из нее но только из 80-е годы оттуда ушел вот в этой лаборатории было показано что после того как пять десять раз ударить ее током но тестируете через день-два изменение обстановки либо снимает полностью память либо возвращает если точно той же освещенности солености воды поверхность на которой прилипает оплите если она та же самая она боится она помнит что я били током если сменить освещенность соленость воды текстуру поверхности животное ведет себя так как будто ничего не было на самом деле это обстановочный условный ассоциативных но опубликованы две работы journal neuroscience хорошим очень журнал вот об этом все предпочли забыть и рассматривают это как long-term sensation понимаете инститизации по определению не ассоциативных процессов но с этим я ничего не могу поделать как бы животное достаточно примитивное значительно примитивное чем вот наши виноградные улитки которые уже на землю вышли из туши и 5-10 раз больше нервных клеток и так далее а что они сделали они взяли именно фракцию рнк они ушли от белка взяли фракцию рнк причем с ориентации на микро рнк собственно и гипотеза и есть что это микро рнк передаются ввели наивным животным и у них тут же оказалось что они ну как через час он через какое-то время оказалось что они уже реагируют нет я не поставил графики реагирует также как обучены то есть внешне получился перенос памяти взяли обычные животные взяли от них демолинфу фактически ввели а только освободив от белков у них надежно четко получается что они реагируют через 24 часа на небольшое прикосновение сифону как будто вот ух животное помню что вы били током а их не билеты ну как бы ничего удивительного в этом нет на самом деле они перенесли фактор какой-то оборонительный то есть тут нет специфики тут нет обучения им надо было бы проверить это в двух обстановках поменять обстановку и показать что есть или нет если тут специфика и тогда этого не было вместо этого они взяли и налили это фракция рынка от обученных животных к нейронам два типа нейронов сенсорно и моторно известно что на там прикосновение цифону сенсорно нейроны они прямо идентифицированы они у них растут в культуре оказалось что это фракция рнк меняет свойства сенсорных нейронов очень сильно и меняет ровно так как после обучения потому что такие работы уже сделано поэтому животному же 30 лет работают очень эффективно там всего там 8000 нейронов большинство из них в лицо на и вот сенсорные нейроны меняется именно так если взять животное постучать его током открыть нервную систему и зарегистрировать их характеристики они надолго меняет свои свойства ну по крайней мере на десятки часов моторные нейроны это не делают но и какие-то другие они тоже попробовали то есть это избирательные действия вот этих фракций только на какие-то конкретные части нервной системы не на всю эта работа вызвала большое живое обсуждение многие возражают и так далее но кстати что еще не сделал в этой работе они взяли ингибитор днк метилтрансфераз то есть вещество которое предотпрощает метилирование днк а это эпигенетическая регуляция долговременно метилированного долговременно изменение гистонов как то время вот и оказалось что если этим веществом действует никаких изменений у нейронов нет если ввести животным у них нет памяти перенос не происходит то есть вывод который был сделан что вот это рынка как-то чего-то там регулирует и это связано с метилированным днк то есть все правильно логика железно это подтверждает еще все гипотезы по поводу что рынка связаны с хранением и переносной памяти и так далее вот и эта работа осталась пока от всего два года прошло вот даже еще двух они два уже прошло вот но очень обсуждаемый народ ринулся в эпигенетику значительно более активно чем до этого но вот как бы есть такой момент вот это про перенос памяти постараюсь больше о нем не говорить хотя это очень интересно до сих пор не закрытая проблема если что то что можно перенести у вас будет по скорее всего на мой взгляд нет но возможности для образования памяти можно перенести здесь я хотел показать это работа того же дэвида глянсмана который показывает что если взять один нейрон в культуре вот здесь слева вверху один мир потом отрезать у него он растет в культуре у него растет такой вот отросточек вот он такой длинненький плотненький толстенький отрезать то еще два-три дня вот через 24 часа это тростик существует он генерирует потенциалы действия без тела клетки без всего основного генетического аппарата более того есть на нее накапать серотонин там происходит изменение изменения долговременно по крайней мере на часы но здесь десятки минут час-два эти изменения блокируются веществами которые препятствуют работе рецепторов серотонина и запуску там через за белки всех биохимических реакций найти то есть не просто один нейрон способен претерпевать пластические изменения даже его кусочек это хочу перейти к проблеме о том который в истории науки пока не решена но она стоит это проблема сегодняшнего дня на мой взгляд а где собственно происходит пластические изменения так ли уж нам нужно вот мирная система с миллиардами нейрон и даже системе где миллиарды нейроны где происходит изменение в одной клетке в каждую или это сетевое это фактически я возвращаюсь к началу лекцию когда ретикулярная теория и один нейрон проблема никуда не ушла хотя почти 100 лет прошло но даже больше 100 лет и сначала так сказать у спора сеть или отдельный нейрон где хранятся собственно память высшая нервная деятельность один нейрон или это сетевое свойство которое не присуще один при стены вы у нас эти аспирант скажите что вы думаете все таки но чисто ваше личное мнение экспертного без раз без раздумий просто скажите вот это все таки в одном нейроне или это сетевое свойство который не присущи одному миром сетевой свойство стал крестим я принципиально не могу с этим согласен и сейчас я вам покажу что даже у животных которых нет нервной системы есть какая-то пластичная есть поведение вот здесь изображено животное я к сожалению не взял кино есть кино трехоплакс называется где-то 500 500 клеток они называются нервлась вот нервлась анимал это их определение в эволюции это отдельный тип животных и даже животным трудно назвать и просто скопление клеток это скопление клеток ползает подползает к пище если его перевернуть она подползает как бы на спинной стороне к какому-то предмету и переворачивает у нее спина и живот никакой нервной системы какая си с памятью мне конечно сложнее вот но тем не менее у у этих мир у этих животных это вот статья этого прошлого года вот у них в геноме обнаружен 6 видов натриевых каналов что очень странно обычно 1 2 могут присутствовать как случайности но натриевых потенциалов действиями у этих шесть видов и собственного работа из нашей лаборатория показано наличие практически натриевых потенциалов действий в отдельных клетках куда они идут никто не знать никакой сети нет вроде бы синапсов даже но для чего то есть видимо есть сократительные элементы собственно как рождалась нервная система это были в эпителии клетки которые один концом чет чувствовали а вторым концом с кем-то сократительным синцити иногда электрический общались если там какой-то стимов был то клетка передавал вот так вот потом для передачи появились натриевых потенциал действия когда отростки на длинное расстояние 2018 год хороший достаточный журнал вопрос который задается прямо в названии статьи нервная система необходима для обучения тут тут можно вспомнить и макдоналла и опять же недавно вспомнили это работа 50-х годов просто уйдем в экстремум мы уйдем даже не многоклеточное животное а вот на клетч всем знакомы вам инфузория туфелька и естественно естественно в истории науки как бы люди попробовали все о чем мы можем подумать вот я нашел эти старые работы это дама которую потом затюкали вот это же она как бы затюканная с микроскопом но видимо у дамы были деньги она основала институт до of beat сайте то есть те кто кого ну практически вот не дают работать выгнали что она здесь что она делает набрала промеции то есть сейчас фузари туфелька промеция правда она же есть да это вы знаете очень хитрая на самом деле одноклеточная животное можно назвать живет у которого есть органы движения цели вырастом с помощью которых она от довольно активно передвигается то есть сократить есть глазки реакции на свет у нее есть сократительная волокна она может свое тело взвивать там и так далее есть а биохимия геном в два раза больше человечества по количеству генов кодирующие белки вот так обычными вот статью наградную улице в три раза больше вот вот мы только не знаем эксперименты были довольно простые набрала платную проволочку окунал ее в раствор где было много бактерий которые являются пищами да это одноклеточного инфузории туфельки и ставила в определенную область чашки петри центральную иногда в боковую там самые разные были делала это много раз но дело том что они живут не очень долго поэтому все достаточно быстро было а потом тестировал оставлял их не так много обучены не обучены и вот не обучены они вот тут вот прямо картиночка они довольно равномерно распределялись обучены они уже искали в центре этой чашки петри хотя непонятно как они такое расстояние могли оценить но может быть это по химическим каким-то фактором но они туда прямо кучей скапливали то есть как будто бы промеция помнят что вот в центре чашки петри на платиновой проволочке должна быть еда а другие также как и в начале эти до обучения это за один-два раз не делается несколько раз так далее и она с этим вышла ее опубликовали какую-то статью но нигде ничего не воспроизвелось это 60-е годы начало 60-х годов стали повторять эти эксперименты не очень повторить но тем не менее давайте задумаемся мы уйдем в экстремум в одну клетку забудем просить нету сети может одна клетка измениться в зависимости от условий просто измениться может и эти изменения если они на уровне регуляции экспрессии генов какие-то повысили экспрессию какие-то понизили может вопрос зачем нам серии да незачем на каком-то уровне пока вот знаете я не употребил ни разу высшими вот для высшей меры по-видимому нужно уже сеть потому что это сложная организация один мир он не может руководить работы нескольких органов но и так далее и тому подобное сетевое это уже как бы свойства следующих но начальная и начальная процесс выработки память процесс хранения памяти он идет на уровне 1 если он может быть у одноклеточного животного без нервной системы опять же если считать давать определение памяти то которое но я считаю что память это адаптивные свойства клетки больше ничего способ минимизировать деятельность организма с нервной системы для клетки это способ адаптации просто внешней среде и это адаптации не минуты и даже не часы одни и больше тогда учитывая так сказать что время жизни белков там каких-то конструктов клетки часы или дни вот если это долговременное изменение ну естественно это должно быть какая-то регуляция работы генома вот любая регуляция работы генома это пластичность или вариант памяти но вариантов памяти много если мы говорим о человеке это одно мы говорим о параметре совсем другое казалось бы но задумаемся над принципом и что мы ищем собственную позвоночность что мы ищем у крыс мы все работаем с памятью с пластичностью с чем-то опять же если мы психологи туда мы будем работать на уровне сети вот что-то так сказать какие-то свойства то есть у нас есть вход выход внутри black box мы не знаем чего но если мы хотим влезть в эту black box и понять что происходит мы обязаны работать на уровне одного мира и его связи входы одного нейрона выхода одного нейрона если идут долговременные изменения они идут-то ведь на уровне нейрона да они могут в тысячах миллионах нейронов одновременно но в каждом они идут каждый нейрон он как бы независим вот тут вот понятие сеть я считаю не очень применимо в принципе не очень применимо кто а вот спасибо да мы уже можем у кого-то есть есть вопросы но в чате я может быть и не вижу но наверное я могу и посмотреть если нужно вот если есть давайте в чате или подключайте звук последние годы буквально три-четыре года появились очень интересная работа и на крысах мышц не помню на ком конкретно где меняли работу одного нейрона и оказывалось что даже и д в этой зоне меня то есть суммарно активно менялась особенно если нейрон связан с каким-то медиа весь этот гампергический нервный пример вот и такие работы начали появляться один нейрон коре может изменить довольно сильно функционирование целый область не всего мы да но может это удивительно но факт если мы говорим про глию то изменив буквально там три-четыре нейроны окажется мы меняем работы трех-четырех тысяч потому что глия но она в синците здесь связано с тем что каждый нейрон принципе 10 тысяч ходов и сколько-то тысяч выходов соответственно если он изменил свою работу там предположим выбрасывает больше медиаторы или наоборот перестает реагирует и это может отразить конечно не каждый вот есть ключевые боли нейрон если это выходной нейрон коры например это существо если это интер нейрон тоже может быть существо но есть и такие которые работают только группами 2 4 слой но они работают старик группами тари а вот шестом слое это уже выходные они как бы индивидуализировать вот работы очень такие пока скользкие но вопрос ставится что один нейрон может сколько у нас нейронов нейрон моей бабушкой как их всего несколько тысяч они определяют работу всего организма узнали опознали у вас все эмоциональная реакция прочее а этих нейронов очень-очень по сравнению с 80 миллиардами у человека красный человек по оценкам нейрон для одного лица образа для одного образа их буквально тысячи не сотни тысяч так это понятно что один мир он может влиять на все остальные но они уже остальные также влияют согласен сразу сеть нет еще раз если у вас есть миллиард нейронов значит у вас по определению но если вы задумаетесь о механизме хранения долговременных изменений это с необходимостью один миру ну и их таких одних может быть много но это они происходят не все изменения долговременно до переформулировать где происходит долговременно сети или в одном нейроне ответ жестко только один в одном нейроне в результате меняется как результат естественно она не может не меняться если менялась вместо нейронов насколько важна роль и одного нейрона это еще вопрос но есть данные что очень важно и вот какой-то предположим один нейрон выпал и у вас вся информация она потерялась у вас может пойти работа всей системы или наоборот этот нейрон вдруг стал привлекать к себе все входы идут туда там идет мощная генерации мощная тоже менялась работа в сессии вот вклад отдельных нейронов зависит от модели сети которые вы пользуетесь есть модели где есть например нейрон инструктор или нейрон учитель его иногда называют с учителем вот типа командный нейрон там очень важна работа этих отдельных нейронов не всех да функция не всех одинаковых вот но бывают случаи когда это очень важно продолжаем уже можно вопросы да я сейчас я посмотрю на итоги чего ну а резюмировать можете пожалуйста подрезюмировать описанную лекцию эксперименты какие выводы нужно сделать если все эксперименты сделать резюме я бы сказал вывод только один исходя из цели посеять смуту в головах молодежи вывод только один не доверяйте никому не нобелевским лауреатом никому они между собой не могут договориться как видите гольджи и рамон кахарь и это нормально найти естественно не доверяйте мне проверяйте проверяйте вот самое главное вот так сказать из истории науки что можно вынести для меня я думаю для молодежи тоже самое главное это на каждом новом витке не забывайте конечно про истории науки вот но проверять надо обязательно для себя хотя бы логические выводы и прочее вот кстати это вот один из последних примеров вот этот слайд где вот этот вот сосуд наливается там открывается клапан и это из нобелевской речи конрада лоренца это уже семьдесят третий год можете представить хотя работы тридцатых сороковых годов тинберген лоренцы тендер вот получили нобелевскую премию они конечно блестяще проанализировали поведение вот что есть врожденное есть освобождающий комплекс фиктируют действий консуматорная аппетитивная реакция и так далее вот это блестящие работы но их объяснение механизмов сводилась вот к этой примитивнейший схеме что где-то идет вот переполнение где-то есть сосуд типа жидкости переполнение эмоциональными этими сами каким-то входами и когда вот выше определенного пух и идет освобождение вот все это напоминает объяснение вам петрович и павлу что такое память что такое условно реплет что есть два очага для меня сразу представляют такие дровяные очаги тут горит тут горит и между ними что-то протаряется чем нужна очагами может протаряться бревна зола золушка бегают от очага к очагу я не понимаю вот но это зафиксировано в мировой литературе и не используйте так же как вот это объяснение и это но близкий вариант для своего времени это было нужно было как-то объяснить как у петуха комплекс фиксирует он совершенно да поэтому есть эта программа программа моторных мотор программ но это моторная программа сеть миронов которые вот россии запускается она работает по совершенно определенно то есть да ее можно переучить она пластичным можно научить собаку есть на велосипеде можно трудно но можно но объяснение этому которые дают авторы открылия написали это первое но на мой взгляд ну вот собственно все да это просто книжка которая если кто сможет прочитать будет очень интересно она к сожалению столько в интернете и довольно трудно ее найти но это про нобелевскую премию реки кандала на основе чего как и как собственно делалось как открывали данные воровали данные спорили друг с другом это все на уровне нобелевской так коллеги задавайте пожалуйста вопросы можно поднять ручку и голосом задать можно в чате написать как вам удобнее аспиранты наши девы проявитесь так какие сейчас самые противоречивые обсуждать обсуждаемые темы в этой области в области памяти да александр добрый день не за меня слышно ли нет не про память скорее вот был пример да что там какие-то там словно 70-е годы обсуждаемый тема была память ну то есть есть передача памяти или нет а вот в данный момент и сейчас самые горячие темы и где люди не могут прийти к какому-то единого мнения сейчас все то же самое что такое память какая основа соответственно если таблетки памяти если передачи памяти возможно ли в принципе вопросы те же самые как ни странно потому что на них пока нет ответов даже зачем современном уровне почему потому что вопрос памяти это один из наиболее сложных вопросов науки потому что память не определена как что-то конкретно пример вот расширение тел при нагревании это конкретно каждый может по мере как вы понимаете под памятью каждый исследователь понимает немножко это уже проблема высшей нервной деятельности почему она отличается другой нервной деятельности от общей физиологии хотя конечно физиологии крови много есть проблем но они все-таки понятно как найти там или ждут какой-то техники какой-то методы в области физиологии памяти я не знаю кто чё ждет все работают пытается сделать каждый на своем уровне но вопросы остались те же самые на мой взгляд так еще есть есть вот у меня тогда вопрос возможно ли сознание тут сложно конечно ответить но я бы ответил так что если вы рассматриваете сознание как феномен одномоментный есть или нет данный момент сознания никакой роли для памяти но если вы рассматриваете сознание как явление которое присуще вот функционирование организм то без памяти вы ничего не можете сделать сознание меняется так же как и остальные функции во времени если вы добавляете функцию времени то без памяти вы никуда и не так что просто с течением времени что-то меняется откладывается не обязательно ассоциативная память действительно но это просто изменение адаптивное изменение это в любом случае это пластичность и память спасибо большое вопрос у нас анастасия никлюду да здрасте насколько я поняла ваш тезис это что долговременные изменения у нас происходит в одном нейроне и в результате меняется вся сеть я просто не очень понимаю как можно отделить роль одного нейрона когда он уже в сети и и мне кажется что этот вопрос немножко вот как курица яйцо то есть как вообще экспериментально может быть какие парадигмы для этого есть и есть вообще вариант решения вопроса ну частичного права что если объединены в сеть то как бы непонятно что нет ну как бы первично вторично понятно как раз в данном случае функции сети они производные от функции составляющих кроме эмерджентных функций если вы считаете что сознание это эмерджентная функция она не принадлежит частичкам сети то тогда вопрос усложняется но почему я уделил этом большое внимание потому что 60-е годы 70-е роль одного нейрона очень подчеркивалась и это было важно а вот после 80-х годов почему-то пошло вот что один нейрон поле не будет что вот один элемент сети были созданы модели которые математические модели которые как раз показывали что вы до 60 процентов нейронов сети просто убиваете постепенно убывает выбывает а сеть все так же работают замечу что у нервной системы есть такое свойство но только это уже она приобретается в отличие от модели за счет компенсации функций первоначально в настоящей нервной системе не в модели если вы выбиваете хотя бы один процент вся сеть может менять но функцию соседей берут на себя какие-то новые и реальная живая нервная система за счет пластичности опять же тот же самый пластичный она в итоге может выполнять эту цену ну вот сейчас идет возврат на мой взгляд кроли одного нерву особенно ценность тем что генетические не происходит на уровне сети эпигенетически регуляторные они не идут на уровне одной сети то есть сети они идут только на уровне одиночных нейрон и поэтому вот большее значительное значение сейчас поддается отдельным надеюсь я ответил спасибо а анна ребрейкина хотели спросить ну собственно говоря ответ я услышала сейчас фактически на свой вопрос но именно то что выше нервной деятельности наверное роль одного нейрона должна дублироваться какими-то вспомогательными нейронами в том-то и дело что если вдруг один нейрон погибнет вследствие там не знаю травмы еще чего-то мы все-таки видим на опыте что функции восстанавливаются функции но у людей после инсультов либо берут из соседней области соответственно тут опять-таки что сеть это более сложная структура чем один нейрон и даже если это нейрон ведущий какие-то взаимосвязи помогают обстановить стимулирует работу новых нейронов на эту же функцию да да все правильно хорошо спасибо еще вопросы будут если вопросов нет я можно еще тоже спрашивать про кто на вопрос опять тем более вот искусственные нейронные сети они все-таки большинство из них основаны на принципах работах реальных нейронных сетей по крайней мере взаимодействие возбуждение торможения сейчас если есть такая тенденция что один нейрон ну память говоря формируется в одном нейроне с помощью эпигенетических механизмов можно ли это применить к искусственным нейронным сетям новый принцип работы я бы стал нужны вот это собственно задачи нескольких больших проектов которые сейчас в россии идут наш проект сам был это задача применить вот эти знания к математической модели но пока не это вопрос вопрос как это сделать ну должен сказать что в математической модели до сих пор они все в основном цифровые нет аналогового взаимодействия раз не учтено свойство поляризации 2 но иногда бывает еще иногда нет что информация только в одну сторону ну и так далее и тому подобное то есть очень много свойств которые известны в реальном мире математике говорят они нам не нужны у нас и так все работает но она работает ну конечно не так как нос значительно хуже хотя компьютеры работают но они не на этих принцип а вот нейрокомпьютинг вот сейчас поставлены как задачи морф сейчас как создать нейрокомпьютеры на основе морф функциональных свойств мозга именно вот используя максимально все принципы а не цифровые понятно спасибо большое павел новославович если вопросов больше нет мы тогда заканчиваем следующая лекция будет во вторник следующих 10 утра но у нас будет замена михаил юрьевич степанчев начнет как раз со снов нейробиологии более такую же образовательную лекцию просто введение в историю а именно образование в области нейробиологии смысле основы нейробиологии так что спасибо большое коллеги ждем вас следующий вторник до свидания спасибо